Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают на театральной площади, да? 71, да. Будем чаще встречаться. Будем друг к другу ходить в гости, пить чай, как раз по соседству с партией ЛДПР. Вот. Потом у нас сегодня расширенный совет и учреждение, организация «Тигри Родины», которая будет у нас функционировать в городе Кирове. Регионального отделения. Да. И, вероятно, во всех районах начнем там, соответственно, с самых ярких точек, там, Шабальной, Иран, Советск, Котельнич и, соответственно, Кирово-Чепецк. Вот. А завтра уже к 12 часам мы едем. На митинг желтых жилетов в Шабаленский район, в мой родной район, где я родился, вырос, закончил школу. В селе Семеновское. Да, в селе Семеновское. Митинг этот родился. Идея митинга и необходимость ее проведения родилась 13 февраля, когда я по приглашению жителей Семеновского района приехал в Семеновскую школу, которая планировала к закрытию. Там мы повстречались с жителями, с представителями администрации. И в итоге сельский сход принял единогласное решение, что в школе быть. Потому что вот эта либеральная тема, которая у нас еще идет со стороны, шла еще от Белыха и Гайдара, она продолжает, видимо, оптимизация, это работать в районах. Видимо, как машина разогнана, на инерции еще продолжает идти, и школа закрывается, школа закрывается, больница закрывается. И вот я сам был участником данного вопроса, когда я спросил жителей, спросил учителей, а что вообще происходит у вас, почему, говорю, все заявления-то написали, о том, что вы там увольняетесь, словно говоря, а нас, говорит, образование, руководитель администрации заставляет писать, чтобы школу закрыть. Федор, тут, наверное, стоит пояснить, вот именно, что эту школу стали закрывать с формальной причиной того, что... Квитат преподавателей. Да-да-да. Вначале преподаватели говорят, вы пишите заявление, а потом говорят, что это не квитат преподавателей. Я вот тогда задал закономерный вопрос, а вы за что, говорю, деньги-то получаете, работая на этой должности, начальник управления и образования? Района? Района. Если вы не можете элементарных решить вещей, кадровая работа – это ваша зона ответственности. За что вы получаете деньги? Поэтому, если, условно говоря, у вас что-то закрывается, и у вас нет кадров, значит, вы несете за это ответственность. И когда мы потом переехали в Шабалинскую районную больницу, где сегодня нет главврача, нет там части врачей другого направления, я тоже целиком и полностью считаю, что это ответственность администрации Шабалинского района. Давайте вернемся к школе, для того, чтобы... Мы понимаем, что митинг посвящен не школе будет завтра, но, тем не менее, чтобы окончательно сложить картинку в головах наших слушателей, наших собственных. Итак, 13 февраля вы там были по приглашению сельчан. Это ваше родное село. Школа в Шабалинозе в селе Семеновское закрывается в связи с тем, что нет учителей. Сейчас уже не закрывается. Уже не закрывается. Сейчас уже администрация, после того, как мы обратили свое внимание, внимание общественности, они сказали, что мы будем сейчас прорабатывать. Я попросил их в этой проработке вопроса, чтобы мы тоже принимали участие. Да, секундочку. Существует, наверное, предыстория этой школы, ведь она, насколько я знаю, была не так давно построена. В том и вопрос, как бы нас-то удивило, что если бы там, допустим, была бы старая школа, где было три ученика. Ну, да, как-то деревянная развала. Да, там новая школа, которая несколько лет назад сдана в эксплуатацию. Затачены огромные деньги, бюджетные средства. Кто-то же этот проект утверждали, строили. И сейчас мы в один момент закрываем. Соответственно, и помещение, и его куда там девать. Надо все это проработать. Сколько детей учатся в селе Семеновское? Порядка 10 человек. Это, наверное, тоже аргумент, который приводит власти, что очень мало детей, и лучше их возить в какую-то централизованную школу. Ну, другое, Светлана, здорово. Три года назад их что было, там много больше, что ли? Когда строили, сколько там детей? Ну, может быть, 12 было, но вряд ли сильно было. То есть у нас сейчас в Семеновском такая ситуация. 10 детей, новая школа, учителей нет, здание большое есть, деньги затрачены. Ну, вот как бы нарисовать такой факт. Ответственность никто не несет. Ответственность никто не несет. Да, у нас в районе Управления образования, условно говоря, Шаблинская района, говорит всего лишь, разводит руками и говорит, что у нас такая ситуация. То есть не ставят вопрос и не предлагают решения, а просто констатируют в окно ситуацию, вот мы закрываем. Я считаю, что это вообще неконструктивный подход. И вот этого непосредственно руководителя образования и в целом администрации района. Давайте вернемся к больнице. Но самое интересное не это, то что мы же приехали на сход граждан. Что такое сход? Ведь у нас народ руководит нашей страной, правильно? По конституции. А получилось таким образом, что у нас даже глава района на это мероприятие даже не соизволил приехать. Понимаете? То есть мы там дискуссию идем. Так может быть не народ? Обсуждаем там. Народ собрался, дискутирует. Пытаемся. Ну может ему далеко ехать было, там Семеновская, далеко от главы района. Да ну там что, 10 минут езды. 10 минут езды. Ну супруга депутат, конечно, приехала, попыталась пояснить. Супруга главы района? Да, она депутат. Вместе с группой депутатов, у них там целая команда, они как бы работают. Ну вот супруга приезжала, защищала администрацию района как раз в этом вопросе. Ну то есть все-таки аргументировали позицию администрации? Аргументировали, но ведь если бы аргументировали, и жители как-то это поняли, они же единогласно все равно. В общем, жители против. И пока что подвешена эта ситуация. Давайте вернемся в больницу. В здравоохранение, да. Да, потому что митинг завтра. Митинг еще раз санкционированный. Вы сказали, что вы тогда же в феврале приехали в Шабалинскую ЦРБ и увидели, что там тоже не хватает персонала. Там, во-первых, нет главврача, во-вторых, многочисленные жалобы поступающие в нашу организацию. Мы же не так просто туда выехали. Вначале у нас купилась информация, что в Шабалино, и не раз уже сегодня происходит, как у вас на эфире уже мы об этом слышали, что там существует определенный конфликт интересов. Вы неоднократно эту тему озвучивали здесь. Повторите, пожалуйста, что вы имеете в виду. Неоднократно уже в этом эфире озвучивали эту ситуацию, что районная дума, там, заместо того, чтобы заниматься делами образования, здравоохранения, культуры, там, ЖКХ, она занимается какими-то непонятными собственными разборками, пытается заместить следы за тратой своих бюджетных средств. Сегодня заведено по данным прокуратуры два уголовных дела по факту. Они там то ли в подвешенном каком-то состоянии, я уверен, что отмитинг желтых жилетов даст толчок и развитию этих дел, что вы уже точку поставьте, скажите, кто виноват, кто не виноват, чтобы голословно никого не обвинять. Мы будем понимать, так они заместо этого сегодня, завтра в час дня опять проводят внеочередную думу, где даже нет вопроса здравоохранения и врачей. Там есть вопрос, что опять отправить члена нашей партии Сергея Добровольска в отставку. Так, давайте не смешивать эти вещи, потому что сейчас запутаются наши слушатели вместе с нами. Давайте еще раз. Итак, завтра все-таки у вас митинг по поводу ЦРБ, и вы говорите, что там не хватает врачей. И еще вопрос такой, вот вы говорите, много жалоб поступало. На что именно жалуются? Да, на что конкретно? В чем именно там проблема медицины? Мы понимаем, что у нас там на сегодняшний день не хватает врачей. Нет главврача на сегодняшний день. Мы зашли когда в больницу, люди жалуются, что нет конкретных врачей по направлению. Они приезжают раз в неделю, там и прочее. К ним очередь, не попасть и прочее. А понимаете, в чем смысл? Что медицина сейчас у нас устроена следующим образом, что нет врачей, значит, нет очередей. Нет очередей, значит, вроде все и в порядке. Вы вот этот факт выявили, собрали обращения от граждан, от жителей. Куда вы их направили? Мы вначале изучили вопрос, то есть у нас есть группа ВКонтакте, называется партия Родина, Шабалино. Мы несколько моментов информации вывесили в этой группе и поняли, что эта тема очень насущная. То есть там пошли комментарии, люди стали писать, жаловаться, несколько говорить и излагать свои проблемы. Я не хотел об этом говорить, но, наверное, все-таки скажу раз в эфире. После этого, в течение там из-за санавиации, насколько мне есть информация, мы завтра об этом будем более глубоко говорить, там умер трехмесячный владелец Шабалино. Что значит из-за санавиации? Я так понимаю, что в больнице умер трехмесячный владелец. Насколько я знаю, опять же, по информации, я хочу завтра это перепроверить, но о том, что не успели добраться, не успели... Вертолет не прилетел вовремя? Вертолет не прилетел, потому что то ли площадка не разгребена, а то еще какие-то вопросы будем с этим разбираться. Я думаю, в следующем эфире хотелось бы более глубоко пояснить и привлечь к ответственности тех, кто в этом виноват. Все вот эти сведения вы направляли в социальный блок правительства Кировской области? Нет. Вот эти жалобы? Нет. Мы заявили о том, что мы будем проводить митинг. После этого до нас дошла информация, что в 11 часов туда приглашены... Это завтра же? Завтра же, до митинга. Там проходит какое-то расширенное заседание. Я так понимаю, чтобы привлечь тоже мнение... людей туда и обсудить вопросы здравоохранения. Туда едет министр здравоохранения, замминистра образования, министр соцразвития. Начальник управления службы занятости. Да, начальник управления службы занятости. Это в 11 часов. Туда все приглашаются. Большая такая программа, завтра будет шабалена. В 11 приезжает практически весь соцблок из правительства Кировской области и будет совещаться. В 12 митинг, а в час дума. Дума внеочередной, а с одним единственным вопросом. Отправить в отставку действующего... На сегодня Ежево суд восстановил, так как его незаконно сняли с должность, действующего главу района Сергея Добровского второй раз отправить вновь в отставку. Член партии Родина. Член партии Родина. Руководителя Шаблинского местного отделения. Сделаем небольшой перерыв, буквально 40 секунд. Федор Лугенин, руководитель Кировского регионального отделения партии Родина. Владимир Локтюшин, руководитель общероссийского младежного движения «Тигры Родины». И Федор Бирюковчин, бюро президиума партии Родины у нас в эфире. Мы говорим о том, что завтра партия Родина в Шаблинском районе организует митинг желтых жилетов за доступное и качественное здравоохранение. Митинг получил разрешение на проведение. И, как выяснилось, завтра там большая программа в Шаблинском районе. В 11 часов приезжает большой состав из соцблока правительства. Причем первых лиц. Первых лиц практически, да. В 12 часов вот митинг, а в час будет заседание Шаблинской думы, где будет рассматриваться вопрос о снятии с поста члена партии Родина. Только что восстановленного главы Шаблинской думы. Главы Шаблинского района. Федор, я сейчас к Федору Лугинину обращаюсь. Вы сказали, что вы надеетесь, что благодаря в том числе прибытию, присутствию завтра на митинге и, видимо, на Думе тоже ваших коллег из федерального центра, вам удастся продвинуться в ваших требованиях, в ваших вопросах. Давайте мы тогда подключим ваших коллег, Владимира Локтюшина и Федора Бирюкова. У меня, если позволить, буквально на две минуты, Коль, вот такой вопрос, наверное, к Федору Владимировичу Бирюкову. Это вообще типичная ситуация в регионах нашей страны, в районах вот такая, по поводу которой вы сейчас приехали в Кировскую область? В общем-то, да. И о таких ситуациях постоянно рассказывают жители и на прямых линиях с президентом. Президент говорит в своем послании об этом, о том, что в регионах и на местах не работают чиновники. Он уже поставил последний раз ультиматум, что если кто не хочет работать, пусть уходит. Но вот на местах думают, что Путин где-то далеко, они здесь, и они здесь абсолютные властители, князья, которые могут действительно надругаться над законодательной властью, над волей народа, могут игнорировать социальные нужды населения, могут вершить судьбы политических партий на свое усмотрение. Но появляется вдруг партия Родина, надевает желтый жилет, и они, конечно, обалдевают от этого. Еще митинг не прошел, посмотрите, еще ничего не было, событий не было, а уже пошла волна, причем положительная волна. Уже начали лечить людей. Но это, наверное, неплохой показатель. Это прекрасно. Что значит, начали лечить людей, когда пропустили момент в эфире? А вот я хотел бы сказать, в пятницу уже там действует бригада врачей, которую вызвали из соседних районов или из Кирова. Они обзванивают всех больных, приглашают и говорят, вы идите, мы вас вылечим. То есть просто всем звонят, говорят, вы случайно ничем не болеете. Если болеете, приходите, мы вылечим. Я так понимаю, что было подано заявление на проведение митинга, раз, активно в группе ВКонтакте вы освещаете эту ситуацию, два, и власти на нее отреагировали, и уже в пятницу туда бригада выехала. И уже, да, главный момент. Самый момент, хотел бы отметить, да, Федор Владимирович, прошу прощения. С 9 утра в день митинга приглашаются все больные, чтобы они на митинге не поприсутствовали. Вот в чем вопрос. Они там в очередной сядут и будут ждать врачей. Соответственно, митинг не прибыл. То есть это всего лишь как момент дезорганизации нашего мероприятия. Как я это воспринимаю, конечно. Мы только сошли с поезда сегодня с утра, как уже встретили людей, которые говорят, что партия Родина уже победила здравоохранение в Кировской области своим приездом. Потому что действительно там весь социальный блок вызывается, соответственно, два министра целых, соответственно, начинается обзвон людей с приглашением их без очереди прийти, соответственно, и полечиться у своих врачей. То есть такой скачок в здравоохранении Кировской области произошел с нашим приездом. Приезжайте почаще. Ну, можно, да. Придется проводить часто митинги, видимо, в каждом районе. Хочу отметить один важный момент. Это митинг абсолютно законный. Он не преследует никаких подрывных целей принципиально. Но он вызывает к справедливости. Сам символ желтой жилеты – это символ социальной справедливости и борьбы за нее. Мы хотим сказать нашим согражданам, нашим соратникам, нашим избирателям и даже оппонентам, что социальная справедливость в России возможна, но за нее надо бороться. Бороться легально, законно – это абсолютно реально. И мы говорим всем, что вот если сидеть просто на стуле и жаловаться, что ничего не происходит, или говорить «я не пойду на митинг, потому что от этого ничего не зависит». Вот мы делаем сегодня, показываем, что можно двигать. Это один район пока. Но я уверен, что шабалинские желтые жилеты будут еще висеть в Музее современной истории России как символ начала успешной борьбы за социальную справедливость. Вот так вот. Умеет формулировать мысли и лозунги партии «Родина». Что тут скажешь? Но, кстати говоря, на самом деле, вот сейчас тоже лирическое такое отступление Федору Васильевичу. Честно говоря, для меня вот, коль, было неожиданностью, что партия «Родина» как-то развернет свою деятельность активно в Кировской области. У нас, когда заходят новые партии или возрождаются старые, сколько с яблоком было проблем, коль ты помнишь, уходили, приходили, возрождались, умирали и так далее. Вот все-таки мне интересно, эта позиция такая в связи с тем, что вот личность есть какая-то активно двигающая. Явно же вы вот в Шабалино зашли, потому что это ваш родной край, там, ваш родной дом. Я хотел бы, наверное, сказать, Светлана, отметить, что прошел ровно год с того времени, как мы в этом здании, в этом эфире обсуждали перспективы. Помните, мы обсуждали, как мы будем заниматься, вы задавали достаточно скептически и улыбаясь задавали вопросы. Действительно, я считаю, что за год мы провели порядка 150 мероприятий во всех районах практически Кировской области. И Шабалино, это не потому, что у нас там, да, это как факт, не потому, что я там жил, потому что у нас там сильный руководитель, Сергей Добровольский, это как-никак дважды руководитель района, кандидат в губернатор. Которого завтра снимать снова собираются. Конечно, он был кандидатом в губернатор в свое время, то есть эта личность очень сильная, ответственная. А поясните тогда, пожалуйста, вот ситуацию с Добровольским. Почему его снять все время хотят? А потому что он все время борется за социальную справедливость. Давайте конкретно. Конкретно, вот ситуация какая, что, не то чтобы общая фраза. Мы все нормальные люди, должны бороться за справедливый социальный. Он, как глава Думы, не позволяет сегодня отмывать денежные средства главе района и группе депутатов, как я понимаю, со стороны. Это очень такое заявление. Потому что по факту сегодня существует два уголовных дела. Федор, мы об этом несколько раз уже в эфирах говорили, то есть эта история уже известная. Это уже есть факт. Как факт. Есть два уголовных дела. И они как бы все равно приведут к тому, что кто-то там возьмет на себя эту ответственность, кто бы там это не затягивал. Мы сегодня об этом сказали здесь, завтра скажем на федеральном уровне, все равно мы это дело доведем до конца. И Сергей Добровольский, как главный распределитель и контролер этого бюджета, глава Думы, им там просто мешает. Они его хотят убрать всеми возможными силами. Мы это прекрасно понимаем. И не позволим просто это сделать. То есть вы будете завтра и на митинге, и дальше на Думе? Безусловно. Да? Понятно. Я бы даже больше еще хотел сказать касаемо районов. Вот вы отметили, что Шабалино это мой родной район. Да, я там родился и вырос, закончил школу. Но острые точки у нас существуют не только в Шабалино. В Яранске, в Советске, в Котельниче, в Вятских полянах, где у нас тоже существуют сильные руководители. В Советское последнее, говорю, выборы, где мы участвовали, у нас там шел глава района, достаточно яркая. Вот в городе Кирае масса ярких, сильных точек. Вот у нас позавчера суд прошел у партии Родины. Вот Екатерина Ткаченко, которая нас сегодня фотографировала. На суде мы простили сегодня наших сборщиков, потому что партия Родины не хочет ломать никому судьбы, двух молодых девчонок. Но мы так и не выяснили, где конкретная подпись того члена избирательной комиссии, которая была подделана. Откуда она взялась вообще в наших подписных листах? Понимаете? То есть мы говорим, что на многих уровнях партии Родины сегодня не нужна власть со своей позицией, со своей, как сказал Федор Владимирович, социальной справедливостью. Давайте вернемся к ситуации с Шабалинской ЦРБ и, может быть, частично со школой. Вот все-таки не могут не впечатлить те действия соцблока, которые уже произведены и будут завтра еще производиться. Четыре человека приезжают, высокопоставленных персон, с девяти утра будет организован прием врачей и прочее. И вы ожидаете, что, возможно, это снизит явку на митинг. Но, тем не менее, вы чего будете отбиваться? Вот ваши требования категоричные по поводу этих двух вопросов образования и медицинское обслуживание. То есть что, в принципе, в резолюцию митинга должно выйти? В резолюцию митинга войдет организовать в Шабалинском районе достойное здравое охранение с присутствием всех врачей, чтобы у нас люди имели возможность получать достойное на сегодняшнее медицинское обслуживание, чтобы у нас дети не умирали в поликлиниках. Это самый важный момент. Это мы будем призывать к тому, чтобы у нас сегодня в резолюции мы пропишем. Еще мы в резолюции пропишем вопросы, некоторые вопросы, наверное, по образованию, потому что у нас будет много выступающих на митинге, порядка 10 человек. Окончательно резолюция будет принята к концу митинга. Как мое предложение в резолюцию будет, это защитить и обратить внимание на трату бюджетных средств незаконного провести в этом расследовании, все-таки поставить точку, обратиться во все правоохранительные органы. Если это заявление сегодня с радио будет воспринято, то пусть оно будет воспринято как обращение во все возможные силовые структуры, чтобы все-таки поставить точку в этом вопросе и наладить нормальное функционирование районной власти, чтобы они там не занимались на внеочередных думах не вопросом снятия главы, а чтобы они занимались здравоохранением, образованием, ЖКХ и всеми остальными жизненужными моментами, которые у нас сегодня на территории Шаблинского района, мягко говоря, хромают. Хочу просто напомнить, мы когда вот здесь беседовали с Добровольским, да, Сергеем, он рассказывал ситуацию, что вообще, говорит, Шаблинский район уникальный, да, там, говорит, проходит два заседания думы параллельно. Одна дума, которая признает незаконно уволенного, другая дума, которая не признает, они заседают параллельно. Похожи на Венесуэлу, чем-то. Они сказали, что больше похоже на 17-й год, когда Советы и, значит, правительство временно параллельно. Так вот, он тоже удивлялся, как будто нет других занятий в этом районе, да, как будто у нас район такой уже благополучный, у нас все так хорошо, вот нам только, знаешь, власть поделить. А ведь это происходит на самом деле по, и из области, видимо, нет пока решения данного вопроса. Раз так происходит, мы же это тоже понимаем. И мы своими действиями привлекаем внимание, что вопрос этот нужно решать. Мы говорим о том, что, почему сегодня затронули вопросы Гайдар, как бы, да, и либеральное направление, когда она здесь отвечала у нас за медицину, да, что-то оттуда еще все идет. Я вообще всегда говорил, что все министры, которые были при Белыхе и Гайдар, должны подать в отставку. Вы сейчас и Дмитрий Александрович Кордюмова имеете в виду? Он тоже там был министром при них некоторое время, министром здравоохранения. Да, да. А сейчас возглавляет весь социальный блок. Ну, значит, должен подать в отставку. Это мое мнение, как председателя партии Родины. Но он сейчас другую политику. Почему? Потому что председателя посадили, руководителя данного, Белых посадили, да, а остальные у нас продолжают работать, то есть они до этого работали в том же ключе, в либеральном ключе работали, да? Вы сейчас можете все вымести, потому что кто-то приходил на работу, кто-то уходил. Вот Кордюмов поработал чуть-чуть, потом, значит, ушел. Вот вы... А сейчас он несет нагрузку по всему соцблоку. Вот смотрите, вот мы, раз мы говорим о соцблоке, вы сказали, что Курдюмов его курирует, то я считаю, что после такой ситуации в Шабалинском районе, где умер трехмесячных малыш, Курдюмов мог бы подойти в отставку. Ну, вы же сами сказали, что еще не разобрались с этой ситуацией. Но, тем не менее, мы разбираемся. И надо разбираться более... Тут еще страшно. Нет, отправить министра в отставку. Что здесь плохого или страшного? Мы вот должны привыкнуть, что власть должна работать. Если она не работает, она должна уходить. Об этом говорит президент. Но вот на местах это выглядит еще фантастически. Но это должно быть... Это даже в верхах фантастически выглядит вообще-то. Но это должно работать. И, собственно, одна из целей нашей акции «Желтых жилетов» и, я думаю, движение «Желтых жилетов», которое пойдет следом, это именно заставить власть работать или менять кадры. Кадровая политика новая должна быть. Потому что кадры должны соответствовать целям. А не присутствовать просто, как сказать, такая власть для себя. Да, вот народ отдельно, а власть для себя отдельно. Это совершенно неправильно. Вот мы поподробнее об этой позиции в артии «Родина» поговорим после короткого перерыва. Напоминаем, что у нас в гостях Федор Лугинин, Владимир Локтюшин и Федор Бирюков. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии сегодня работают Николай Голиков и Светлана Занько. И еще раз назовем наших гостей. Федор Лугинин, руководитель Кировского регионального отделения партии «Родина». Владимир Локтюшин, руководитель общероссийского молодежного движения «Тигры Родины». И Федор Бирюков, член бюро президента партии «Родина». Ну, Федора Васильевича Лугинина, мы, кажется, уже домучили. Он даже тут уже покрылся густым-густым слоем пота. Ну, так и должно быть в нашей студии вообще-то. Я думаю, Свет, пора поговорить уже с Владимиром Локтюшиным, потому что у нас вот «Тигр Родины» сидит, как-то немножко готовится к прыжку немножко молчаливо. Это молодежное отделение партии «Родина». И, как уже сказал нам Федор Лугинин, вы начинаете такую экспансию на Кировскую область, то есть будете открывать отделение молодежное. На что вы рассчитываетесь, с чем вы идете, кого будете привлекать в свои ряды? Ну, экспансию на Кировскую область, это, конечно, громко сказано, соответственно. Но вы же «Тигры». Мы проводим экспансию на всю Россию. Наше движение и политическое крыло молодежной организации существует с 2015 года. Почему «Тигр»? Начнем, наверное, с самого начала. Потому что это одно из самых сильных представителей кошачьих в России. И в том числе, если вздаваться в историю политической партии «Родина», которая в свое время, соответственно, Дмитрий Олегович Рогозин, он в свое время говорил то, что любая патриотическая партия, которая должна быть в России, соответственно, должна быть с таким рычанием «Тигра», соответственно. А если брать азиатские страны, то не просто так говорят, что те государства, которые совершили экономический либо политический рывок, соответственно, называются броском «Тигра» – «Тигром». Поэтому, соответственно, мы также считаем, что молодежь в России должна, соответственно, совершить этот прыжок и прыжок во власть. Молодежь, соответственно, должна приходить в структуру государственной власти, брать эту власть, соответственно, и продвигать интересы, свои интересы, молодежь интересы и так далее. Почему еще «Тигр», соответственно? То есть, в том числе запрятаны самые дорогие патриоту, сердцу патриота слова в аббревиатуру «Тигра». То есть, это традиции, империя, государство и Родина. Это у нас существует запрет на эти слова, вы считаете? Почему запрет? Я не очень видела вашу формулировку просто. Вы сказали, что потому что запрет на самые дорогие слова. Это что такое? Ну, может быть, я оговорился? Да, давайте разберемся. Ну, вот в аббревиатуру, то есть, спрятаны эти слова. И дорогие сердцу патриота я имел вину. Наверное, да. Ну, ладно, не поняли, ничего страшного. Вот. И в 2015 году у нас прошло учредительное собрание, состоялось оно в Москве на Таганке в бункере Сталина. И многие СМИ тогда федеральные писали о том, что молодежь выходит из бункера. И это действительно правда. Мы выходим из бункера, выходим во власть, идем бороться за свои права, за социальные права. И я думаю, соответственно, через какое-то определенное количество времени мы пока готовимся, готовимся, потом прыгнем и в итоге, соответственно, окажемся в этой власти. Владимир, а конкретно в Кировской области что у вас, какие ближайшие планы? Мы постепенно, уже на протяжении вот этих вот лет, соответственно, проводим открытие региональных отделений, собираем патриотическую молодежь, которая хочет, соответственно, изменить мир к лучшему, как бы это пафосно, либо громко, соответственно, не было сказано. И Кировская область стала в том числе одним из тех регионов, где мы планируем, соответственно, открыть свое региональное отделение для того, чтобы, соответственно, усилить политическую партию Родина в Кировском районе. А молодежь-то есть уже готовая? Кировская область. Да. Я даже, наверное, тут мне лучше отметить, могу сказать, что в организацию «Тигры Родины» войдут, я сам занимался раньше, там, различные виды единоборств, борьбой и прочее, войдут в основном спортсмены. Там, любого масштаба, молодежь есть, молодежь в районах, хоккеисты. Это не какое-то требование для организации, что именно спортсменам, да? Нет, для того, чтобы молодежь, которая должна идти в власть, она должна быть сильной. Потому что власть возьмут только сильные люди. Поэтому мы будем формировать «Тигров Родины» именно из молодежи, из парней, которые прошли обучение, борцов, каратистов, футболистов, хоккеистов. Вот спортсменов. И отдельное шахматное крыло, наверное. Да, и шахматное крыло. И вопрос такой, а что с девчонками? Как с тигрицами-то? Ну, исключительно будем. Тигрец будем выбирать отдельно. Да, что-то мне это напоминает. Ну, ладно. А вы не стесняйтесь. Я не стесняйтесь. С вашим характером. Мне нельзя быть партийным деятелем. Так, ну, смотрите, на самом деле, смех смехом. Вы абсолютно правильно, Фёдор Васильевич, сказали, что в прошлом году у меня скепсиса было гораздо больше. По поводу деятельности, насколько она может быть обширной деятельностью, партия Родина. Насколько... Оценитьте свой вес сейчас политический в регионе. И, может быть, тогда я попрошу ещё Фёдора Владимировича Бирюкова сказать о весе партии Родина в России, да? Я бы сразу, наверное, сказал, чтобы... Не хочу сам за себя говорить. Да почему? Есть факты, цифры... Сразу хотел бы передать слово Фёдору Владимировичу, потому что он, как мы в Москве часто встречаемся, он видит деятельность Кировского региона в сравнении с остальными регионами. И более объективно, наверное, можно дать оценку. Ну, говорить о какой-то процентовке, да, сегодня, мне кажется, некорректно, поскольку каких-то специальных опросов сейчас не проводится. Там глубинные замеры, это всё относительно. Но я хочу обратить внимание, что реакция властей на тот же Шабалинский митинг, она говорит о том, что да, у партии Родины есть вес. О том, что вот соратника партии Родины пытаются там, вопреки всем судебным решениям, снять должность, это тоже признание силы нашей. Потому что мы же не просто партия, которая присутствует в политическом ландшафте. Мы ставим конкретную цель. Мы боремся за справедливость, за то, чтобы власть работала. Мы боремся против идеологии чиновничества, как высокобюджетного бездействия. И поэтому они нас признают, да, как силу. Например, не так давно в Государственной Думе прошли экспертные слушания. Они были посвящены грядущей трансформации политической системы, как ответ на вызовы времени. Там говорилось о том, что нынешняя партийно-политическая система России архаична, она не работает, она не вызывает, прежде всего, доверие населения. Проводились опросы, в частности, компания Минченко-Консалтинг проводила в конце прошлого года опроса, по которым подавляющее большинство, там порядка под 70, по-моему, процентов опрошенных, выразили крайнее недоверие и даже раздражение в адрес всех существующих партий. При этом они хотели бы видеть на политической арене новую партию, популистскую, можно так сказать, которая именно популистская, народническая, выражала бы интересы широких слоев населения. Она может быть смешанной по идеологическому принципу, она может быть действительно партией нового типа. Вот такая партия должна быть ради интересов государства и ради интересов избирателей. И сами избиратели об этом говорят прямо. И партия Родина сегодня вот эти вещи транслирует на каждом шагу, на всех уровнях. И вот на этих экспертных слушаниях, в частности, один из политологов своей презентации подчеркнул, что среди всех существующих партий, как парламентских, так и не парламентских или малых, так называемых, партия Родина является лучшей в плане орг структуры и идеологического позиционирования. Даже лучше парламентских монстров, которые на самом деле с точки зрения рядового гражданина ничем не отличаются. Вот это как бы... Друг от друга войны. Да, и даже когда бюллетень избирательный не цветной, они все примерно одного цвета. А партия Родина, кстати, выделяется своим символом. Даже на этом уровне мы яркие. И поэтому нас признают и эксперты, и власти. Местные власти не хотят, может быть, нас видеть, но признают наше влияние и присутствие. Мы можем сказать, насколько разрослась партия Родина в Кировской области за истекший год? Какое количество членов появилось в этом году? Я вам скажу, ввиду того, что мы работаем не на количестве, а на качество, я скажу вам по поводу отделений. Вот мы сегодня уже охватили Шабалино, Котельнич, Котельнический район, Вятские поляны, Дорожской. И везде там же должны быть люди, которые работают? Конечно. Советск, Яранск, Кирово-Чепьезды сегодня открываем отделение. Кто приходит к вам? Кто вступает в ряды? Формировать. Партия формируется там, где есть проблематика. То есть, острая, вот как Яранск, Котельнич, вот сейчас Шабалино, да. Где есть лидеры? У нас, ну, в основном, это молодежь, либо те люди, которые так или иначе уже крутились во власти взаимодействовать. Вот к нам пришел в Советске... Люди, ищие социальную справедливость. Выше, секретарь Единой России Кошкин Сергей Николаевич, он у нас баллотировался от Советска. То есть, там из-за этого у нас тоже был очень серьезный конфликт с правительством области. Когда Лучинин там ездил, запугивал, что там, снимись с выборов, иначе мы тебе там всю дорогу в жизнь закроем. Вы Андрея Лучинина имеете в виду? Да, да, да. Он всегда говорил, что мы, говорит, там, дорогу закроем, говорит, тебе до конца жизни никаких вопросов тебе не будет. Любая партия, только не Родина. Потому что он представитель партии Родины. Все, что угодно. Только не Родина. Вот так было сказано. Поэтому основные территории мы уже закрыли. Сейчас будет работа за каждым районом. Мы хотим, чтобы в каждом районе у нас был свой представитель, свой совет и, соответственно, свои партийцы. Ну, Ирина, у нас остается полторы минуты до завершения эфира. И все-таки у оппозиционных партий вы оппозиционная партия или нет? Можно сказать, что мы партия нового типа, и мы представляем такую новую оппозицию. Потому что слово «оппозиция» ассоциируется с либералами, со старыми коммунистами. Мы, конечно, не хотим никак, никоим образом с ними ассоциироваться. Слово «оппозиция» ассоциируется с разрушительными силами, выступающими против государства. Это в России? Да, в России. А в других странах оппозиция – это нормальная, здоровая конкуренция? Конечно, мы живем в России, поэтому вот это слово мы стараемся, конечно, не употреблять. Мы – альтернатива. Поэтому мы хотим не просто бороться с властью или снести государство по заданию иностранных центров, как это делают либералы. Мы хотим войти во власть и создать альтернативную политическую реальность и заставить эту власть работать в интересах народа, а не каких-то кланов или чиновничьих представлений. Поэтому я предпочитаю, да, мы скорее альтернативная партия сегодня. Никаких коалиций, ни с кем. Почему коалиции возможны? Например? Безусловно. Ну вот мы сейчас достаточно так интересно на идейном уровне пока сближаемся с той же справедливой Россией, которая, по сути, была создана на основе партии Родины в свое время. У нас есть очень интересные контакты с зарубежными партиями, например, там с Демократической народной партией Черногории. Или партия Ватан в Турции. Да, партия Ватан с рядом европейских, западноевропейских структур, которые разделяют наше превозрение на многополярный мир и так далее. В России проблема в чем? Существует вот четыре парламентских партии. Три из них забронзовевшие. Малые партии зачастую созданы в интересах карманных политтехнологов. И поэтому мы говорим, должна быть создана новая реальность. Партия Родины готова сотрудничать с теми, кто за эту новую реальность в интересах народа. Ну что же, мы завершаем первый час дневного разворота. Благодарим наших гостей из партии Родины. Федора Лугинина, Владимира Локтюшина и Федора Бирюкова. Посмотрим, как завтра будет разворачиваться в Шамлино событие. Сейчас у нас новости, тематические программы и реклама. А мы с Николаем вернемся в начале следующего часа. Через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин